Здравствуйте, друзья! С вами Павел. Пришел у меня вот такой вот датчик объемный. Решил на него распаковочку не снимать. Решил сразу попробовать подключить его от кардуина и показать его работу. Ну, собственно, я уже подключил, получилось. Давайте я вам сейчас расскажу. Вот у него три разъема для подключения кардуина или к Raspberry Pi. Да, ну или к чему-то другому, к какому-нибудь контроллеру. Смотреть вот так вот нужно на него, то есть, грубо говоря, перевернуть ножками вверх и отсюда считается. То есть правый, самый крайний, это у нас земля. Серединка, это у нас аут, выход, то есть именно контакт передачи данных. Левый, это питание, 5-ти вольтовое. То есть, как мы его будем подключать. Вот, возьмем Arduino Uno. Вот, в принципе, разницы нет какой, но я вот решил его взять, да. На него еще ничего не делал, только распаковка. Вот, берем его, значит, подключаем. Вот, у меня есть в одном из прошлых видео, я заказывал вот такие контактные ножки. Вот, как раз они, с одной стороны у них мама, с другой папа. Вот, как раз для подключения. То есть, нам нужно 5 вольт взять, берем, вставляем в Arduino 5 вольт. То есть, если вот посмотреть, 5 вольт, это у нас первая ножка. То есть, подключаем 5 вольт. Так, и подключаем 5 вольт к датчику. Подключили. Теперь землю надо. Земля. У нас тоже на Arduino все подписано, в принципе. Любую землю берем. Подключаем землю, да, и к Arduino к земле. Ну и выход. Выход у нас будет настроен на 7-ю ножку Arduino. Точнее, на 7-й порт. Вот, 7-й порт у нас, если посмотреть, вот он у нас, 7-й порт, да. 7-й порт подключаем. Вот, и еще, чтобы была индикация диодная, вот, возьмем диод. Обычный, вот, красненький диод. У него, напомним, то, что длинная ножичка у него плюс, короткая и минус. То есть, нам нужно, вот, 13-й порт, рядом он с землей как раз. Вот. Подключим его к... Сейчас, давайте поближе. Подключим его в 13-й длинной ножкой, короткой в землю. То есть, берем вот так вот и подключаем. Мы просто вставляем его и все. Вот. На этом настройка закончена. Вот. Теперь, что, как оно будет работать, да. То есть, берем, подключаем питание к Ардуино. Все, датчик, видите, заморгал. Это у него сейчас тут загрузка идет у Ардуино. Вот сейчас он перестанет моргать. Сейчас давайте возьмем объемник. Вот. Сейчас он должен перестать моргать. Давайте этого дождемся. Вот, видите, перестал моргать. Все. Все. Это то есть движения никакого нет. Как только я рукой пересекаю датчик. Ну, вот, допустим, его беру. Опа. Что-то, наверное, не так подключили. Да, вот, все. Не доставил. Видите, как только движение, диод загорелся. Вот, вот, вот. Рукой подвигал. Да что ж такое. Вот, движение появилось. Видите? Вот движение. Что-то он плохо реагирует. Но только что, вот, загорелся опять. Его просто криво держу. Вот, держу. Вот, видите, загорелся. Значит, кто-то прошел. Еще раз. Он выгорелся. Вот. Ну, давайте теперь приступим к настройке на самом компьютере. Вот, я покажу, что, как вписать, чтобы это все настроить. Так, ну, давайте. Так, ну что ж, друзья. Давайте я вам сейчас расскажу. Вот, уже на самом компьютере про настройки на Ардуино. Значит, смотрите. Первое, что нужно сделать. Когда подключили только Ардуино, допустим, у нас может не увидеться. Вы заходите в управление компьютером, диспетчер устройств. Вот. И тут вот есть компорты. Вот у меня сейчас, видите, вот ULB Serial CH340 COM3. Это как раз определилось Ардуино. То есть, если я его сейчас вытащу из ULB, видите, у меня COM пропал. Пропали вообще парты. Я вот вставляю, он у меня появился. Вот. Но это потому, что у меня, как бы, установлен уже драйвер на него. У меня Ардуино китайский. Не, как бы, не официальный от Ардуино, да. Поэтому у меня драйвер сторонний был. Вот. Я его установил вообще драйвер паком одним. А вообще, как установить, то есть, будет неопределенное устройство. Вы заходите в его свойства, в сведения. И тут выбираете ID оборудования. И вот по ID оборудованию, вот поэтому его копируете. Просто Ctrl-C нажимаете, все у вас копировалось. Заходите в Яндекс, допустим, вбиваете. И по этому ID находите драйвер на эту устройство. Вот. Смотрите. Значит, что дальше? Скачивайте программу Ардуино с официального сайта. Вот. Как скачали. Открываете его. Вот. Если кому непонятно, где я скачал, что, пишите в комментарии. Я вам расскажу. Вот, как бы, у меня уже есть код. Вот, его лучше, как бы, на стоп нажмите, да, и перекопируйте себе. Значит, что тут? Вот. Три ножки на объемнике. То есть, вот это плюс. Это средняя минус. Ой, это средняя передача данных. И минус. Земля. Как посмотреть? Ну, я вам видео показывал, да, то, что справа налево, вот, считал, вот, земля. Передача данных и питание. Питание 5-ти вольтовое у нас. То есть, вот, как раз и показывается, как подключение, да. То есть, в SS подключаетесь 5 вольт на Ардуино. Аут подключаетесь с Digital Pin 7, на 7-ой пин подключаете. А, ну, землю на землю. Вот, все. Вот тут как раз и прописано, да, что вот, контакт 7-ой для подключения датчика к Ардуино. Вот, описано. LED-пин 13-ый, то есть, 13-ый порт, это мы подключали диод красный. Вот, обновления какие-то. Так, значит, использование стандартного светодиода, вот, как раз, видите. Ну, у стандартного Ардуино, как бы, параллельно этому пину идет светодиод. Вот, а у меня его не шел, поэтому мы его отдельно подключили. И переменная для хранения состояния датчика. Вот, запускается переменная с типа 0. Вот, ну, пошло тело нашего, нашей программки. Значит, пошла скорость, задается с Ардуино, да, компьютером. Вот, вот, input и output, определение контакта со светодиодом, как выход, и выходной контакт для датчика. Вот, далее тут считываем состояние датчика, таким образом. Если есть движение, то значение high, да, делается. И включается светодиод, и передается на компьютер имя motion, то есть движение по-английски. Или, если, ну, и else, иначе, да, иначе выключится светодиод, если ничего не происходит. Вот, и когда нету движения, писать, ну, мочи он, мочи он, нет движения, да. И подождать секунду. Ну, у нас не секунда получается, а где-то 6 секунд. Вот, вот, перед тем, как диод загорелся, вот, значит, как у нас это работает. Значит, для начала мы проверяем. То есть у нас идет загрузка, идет компиляция скетча. Вот, загрузка идет, то есть у нас скетч использует 2, чем-то там байт, да, это 2 килобайта, я так понимаю. 7% памяти устройства занимает. Всего доступно 32 килобайта. Глобальные переменные используют там 224 байта динамической памяти. Ну, в общем, тут все описание, сколько наш код занимает место в контроллере. Вот, поэтому, потому что он может не влезть. Просто, если у вас Ардуино с чипом, допустим, меньше, у них там 2 разных чипа, но я в распаковке это раскатывал. Вот, значит, смотрим. Вот, мы и проверили. Теперь загрузка. Вот кнопка есть загрузка. Вот, мы нажимаем загрузку и этот же код загружается в наш контроллер, сам Ардуино. Вот, после того, как он загрузился, все, у нас Ардуино начинает работать именно по этому принципу. Вот. Значит, ну, какие тут еще кнопки? Новый, то есть, создать новый, открыть, сохранить. То есть, мы можем этот наш проект сохранить. То есть, путем нажатия на эту кнопочку он сохраняется. Вот. Все. Значит, как просмотреть, да, на компьютере работу? То есть, диодом мы уже увидели, как он моргает на движении. Он у меня моргал, видите, не сразу, потому что я не понял, что там задержка 6 секунд. Поэтому, хоть рукой обмашись, но пока 6 секунд не пройдет, у нас светодиод снова не будет гореть. Вот. Нажимаем, вот, монитор порта. Нажимаем монитор порта, и мы видим, видите? Но, то есть, вот, показывает, нет движения. Вот пишет, нет движения, нет движения. Только я рукой провожу, видите, вот, движение. Вот, убрал руку, нет движения. Опять, вот, 3, 4, 5, 6. Я могу вот поднести, видите? Опять у меня диод загорелся, и как бы и движение показывает. Вот. Таким образом, это все простейшая программка работает. Как мы ее можем использовать? Ну, допустим, также поставить этот объемничек куда-нибудь под потолочек, вот. Диод вывести куда-нибудь, допустим, в комнату, да, этот объемник в коридоре оставить. И при, допустим, при движении у нас, хопа, диод загорелся, вот, и мы видим, что кто-то прошел, и все, мы в курсе, что кто-то, допустим, к нам идет. Вот, если мы какими-нибудь там всекретными делишками занимаемся, вот. Ну, что ж, в принципе, простейшая программа закончена. Еще я постараюсь на Raspberry Pi это все сделать с базой данных, чтобы это все, как бы, в базу данных копировалось, чтобы мы мониторили, кто там входил, и так далее. Ну, как охранку уже, да, использовать. Вот. А на Arduino пока все. Может быть, на что-нибудь еще наткнуть более серьезное, я обязательно сделаю видео. Так, все. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, вот, датчики уже начинают приходить, видите, уже начинаем их подсоединять, я думаю, это интересно. Вот, поэтому подписываемся, вот. Всего доброго, всем удачи, до новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok